В сельском поселении Молоковское празднование Дня Семьи проходило впервые. Организаторы пригласили гостей в живописное и необычное место. На берегу озера под хлебосольным шатром встретилось сразу несколько поколений семей. Встреча получилась светлой, доброй, как и этот новый, но уже полюбившийся всеми праздник. Народная мудрость гласит, вся семья вместе, так и душа на месте. В прекрасном парке рыболовной усадьбы остров на берегах прудов, среди цветов, под шатром собрались семьи Молоковского сельского поселения на замечательный праздник любви и верности. Приглашены были и те, кто прожил долгие годы вместе, и те, кто только поженились. Эта атмосфера не только сплочает, она позыв рождает что-то новое в людях и объединяет. Мы отошли до каких-то стандартов, официальных вещей, более домашняя обстановка, более как-то, может быть, даже наевает именно что-то такое романтичное, вот созвучно с этим праздником. Вырастили троих детей, пятеро внуков, помогали и помогаем. Сами растили, как говорится, без бабушек, без дедушек. Делали все вместе, и отдых, и работа, все делали пополам. Светлана – одна из дочерей Читы Архиповых. У нее тоже замечательная семья и надежный муж. За семь лет совместной жизни нам Господь подарил три сына. Я благодарен в том плане, что помогает, поддерживает. И мы точно так же дружны. Наш девиз всегда вместе, везде. У нас не было ни одного мероприятия, чтобы мы куда-то выезжали поодиночке. А вот это наш самый младший. Зовут его Захар. Нам год и три месяца. Если бы не супруг, я не знаю, решилась бы моя третьего ребенка или нет. Потому что помогает он полностью с детьми. Тем более у нас три пацана. Здесь папина роль, она самая основная. Трое детей и у семьи Тарасовых. На десятилетия со дня своей свадьбы они обвенчались. Изначально наш брак основывался на том, что мы создавали семью. Наши отношения под это были настроены. И мы подложительно относимся. Потому что институт семьи – это наше будущее. Первый помощник во всем. Я считаю, что мужчина все-таки определяющую роль играет. И сколько детей будет у семьи. Потому что без поддержки, конечно, женщина вряд ли решится. Как в большой дружной семье, когда за общим столом собираются все поколения, хозяйки готовят свои любимые блюда. Так и здесь, на празднике, оставалось только удивляться фантазии милых женщин. Песни, конкурсы, поздравления звучали в этот день. Для молодоженов Александра и Татьяны все впервые. И совсем скоро у них будет малыш. Праздник у нас в первый раз. Отмечают такой. Очень приятно было, потому что позвонили и пригласили. Цветочки, все очень хорошо и вкусно. Нам очень понравилось.